Здравствуйте, с вами Центр Тактики, я Вечный. В сегодняшнем выпуске я даже не планировал его снимать, но мне сразу пришло несколько посылок, и я решил показать, что же мне пришло, и плюс распаковать один очень интересный набор. Начнем. Во-первых, мне вот такая карабинция пришла. И здесь почти все новинки из «Битвы за Москву». Т-35. Потом советская пехота в зимней форме, три набора. Три набора немецкой пехоты в зимней форме. И по одному набору пулемета и минометов советского и немецкого. Дальше это новоотряда Hot War Stinger. Стингер, вот их тут два, потом два набора иглы и два браунинга. Вот. Нет, по-моему, это было не в этой коробке, но неважно. Вы поняли. Я вполне скоро это все соберу, и можете уже ожидать распаковку самой «Битвы за Москву». Естественно, я отыграю сценарий, расскажу насчет правил, и все такое. Ну, и новые отряды Hot War, я о них тоже расскажу. Я вообще рад, что наконец-то процесс пошел, и юниты стали выходить чаще, чем раз в полгода. А вот это вот все, как я помню, за январь-февраль вышло, и достаточно продуктивно по сравнению с прошлым годом. Вот. Ну, есть кому интересно. Давайте я распакую, пожалуй, пулемет покажу. Ну, что здесь внутри находится. Надо же, теперь он в пакетике. Запаянный пакетик, и раньше такого не было. Я даже сам удивлен. Вот. Ну, карточка пулемета. Инструкция по сборке. Да. И два литника. Жалко, звезда отказалась от тех карточек с баллами, мне они больше нравятся. Потому что уж вырезать я точно не буду сбоку коробки. Вот два таких. Не знаю, погнут он или такой должен быть. По-моему, погнут. Одна стойка, да. Так что смотрите, чтобы эта стойка не была у вас погнута. Хотя, я думаю, выпрямить достаточно просто. Вот такой вот набор браунингов. Так, но это не самое главное, что я вам хотел показать. Самое главное еще впереди. Я вам в этом видео хотел рассказать о серии World at War, который первый стартер, который ко мне вот сегодня пришел. Вернее, даже он. Это второй мой экземпляр первого стартера. Вот. Еще в пленочке. Я вам его сегодня распакую. И расскажу немного о системе. Вообще, сейчас я хочу рассказать, что это из себя представляет. На мой взгляд, это наиболее... Вот это вот, кстати, Ханна. Кто не знает, знакомьтесь. Да. Это наиболее интересная игра на тему Третьей мировой войны. Вот вы смотрели видео по Hot War. Здесь тематика та же, но гораздо более проработанная механика, гораздо больше разнообразия отрядов. Ну, об этом потом. Естественно, боевку по ней вы тоже увидите. Стартеров всего у данной системы четыре. Это вот первый, Эзенбахгаб, здесь наши против американцев. Второй, Блаттенбрайджис, здесь наши против британцев, ну и чуть-чуть немцев и чуть-чуть американцев. Третьего у меня нет. Вот. Его на данный момент не выпускают. Но как только начнется его перезапуск, он у меня будет. Это он называется Untold Stories. Он о... там... восточные немцы и поляки против канадцев, бельгийцев, датчан, таких малых союзников. И четвертый стартер – это Америка Конкурс. Вот здесь война на территории США самой. Здесь кубинские войска, мексиканские войска, Венесуэла, по-моему. Ну, такие тоже малые страны, и против них Америка. Это что касается стартеров. К стартерам, естественно, есть дополнение. Into the Bridge. Здесь также советские войска против американских. Perich is Berlin. Естественно, здесь включаются французские войска. И Operation Gabbro – это наши против Швеции. Ну, достаточно интересный топ. Но сразу скажу, что для... Я не помню, для каких точно. Но для двух из этих допов нужен Untold Stories, которого у меня нет. Вообще, Untold Stories – это такой стартер, который нужен очень для многих других допов и дополнительных миссий. И так далее. Потому что там очень много карт. В остальных, ну вот кроме Америка Конкурс, карт всего одна в наборе. Но вы это еще увидите. И плюс есть вот такие маленькие дополнения. Battles. Within Battles. Это книга компании, можно так назвать. Здесь две компании и несколько доп-сценариев. Она доступна для скачивания всего за 5, по-моему, долларов или 10. Ну, мелочи, в общем. И второе – это «Контратак». Это тоже книга компании. Здесь одна, вроде одна или две компании, повествующие о контратаке на южном фланге советских войск, когда американцы и западные немцы их атакуют. Плюс есть две книжки. Книжка – это первая – «Геймер Гайд». О ней я расскажу несколько подробнее позже. И вторая книжка – это «Компендриум». Здесь куча сценариев. Штук, по-моему, 20-30, 27, по-моему. Куча статей, куча материалов. Здесь, вообще, вот в этой книге собраны все материалы по серии World at War с первого по седьмого номера журнала Line of Fire. Ну, о Line of Fire я рассказывал. Вот. Ну, и такие небольшие допы выходят в журнале Line of Fire. Вот я, опять же, в одном из предыдущих видео говорил о 12-13 номере, где есть вторая китайско-вьетнамская война. И также вот в 14-м номере есть борьба за поляков и наших против датчан. За Балтийское море. Балтик Фьюри называется. Опять же, этот журнал его раскупили моментально. Я вот сам не успел. Он просто в том магазине, в котором я закупаюсь, он даже не появился. Я вот ждал, 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 ждал. Нету его. И все его раскупили. Теперь, думаю, как только ONF появится в продаже, как его допечатают, сразу с официального сайта его я и закажу. Вот это вот вкратце о серии. То есть, как вы видите, она очень разнообразная. Здесь сейчас на данный момент вроде уже около 150 где-то вот так сценариев. Сценарий нормальный. Несколько уже компаний. Компаний полноценных, где юниты переходят из миссии в миссию. Здесь какие-то бонусы. И так далее. То есть, компания, вот что он говорит о компании, как и должна она по-настоящему выглядеть. Ну и, естественно, куча... Ну вот, например, в Comprendium есть достаточно хорошая предыстория по датам. Где, когда какие бои происходят, где какие события. Вот. Но это вот о серии глобальной. Теперь поговорим о серии конкретно. Конкретно о её первом стартере. Eisenbach Gap. Это делюксовое издание. Вначале был просто Eisenbach Gap. И вышел к нему такое же маленькое дополнение. Вот в такой же папчик, какой я показывал. Он называется Death of the First Panzer. То есть, если вот в первом было Советский Союз против американцев, то есть в оригинальном Eisenbach Gap, в допе шли уже западные немцы к ним. И вот делюксовое издание объединило это с сам Eisenbach Gap, с первым его дополнением. Ну и сейчас я его открою. Где-то у меня был ножик. Вот он. Прям вот сегодня его получил. И смотрим, что у нас внутри. Вот. Кубики. Четыре штуки. Кубики, конечно, достаточно большие. Поэтому в руке их много не уместится. Но здесь максимальный бросок это шесть кубиков. То есть, я думаю, шесть кубиков даже такого размера в одной руке спокойно уместится. Дальше идут правила. Здесь книга правил и книга сценариев. Они объединены в одну. Ну, достаточно небольшая. Сценариев здесь двенадцать. То есть, вот они идут сценарии. Это вот шесть. Вначале идут вот шесть сценариев из оригинала. И далее идут шесть тоже сценариев из допа. Вот он, Death of the Spenser. Двенадцать сценариев это вот вполне нормально. Потому что в оригинальной версии шесть это все-таки мало. Далее у нас памятки. Две абсолютно одинаковые. Вот. Можете вы посмотреть. То есть, с одной стороны мы видим таблицу местности со всеми функциями. То есть, сколько она стоит по движению. Сколько она добавляет к защите. Есть ли линии видимости через нее проходят. С другой стороны памятка по всем каунтерам. То есть, что обозначает каждое число на каунтере. Ну, и две небольшие таблицы. Вот первое. Первое я уже в одном из предыдущих видео говорил. Это таблица линии видимости вертолета. Очень сильно помогает. Вот. Если вообще кому-то интересно, то вот данные памятки, они переведены на русский язык. И я могу ссылки на них дать. А вот здесь это таблица огня в движении. То есть, сколько теряет кубиков и сколько теряет точности юнит, который стреляет в движение. То есть, тут не у всех минус два кубика, как у в Art of Tactics. И вот они сами каунтеры. Каунтеры всего один листочек. Здесь их, если я не ошибаюсь, 136. Вроде где-то вот так. Надо сказать, что когда первый раз покупал этот стартер, мне попалось с достаточно такой плохой вырубкой. То есть, у некоторых заходили края. А здесь вырубка, конечно, получше. Вот. Опять же, отмечу небольшой недостаток. Во-первых, административных каунтеров очень мало. То есть, вот всего административных каунтеров, вот они идут. И бывает, что не хватает каунтеров OxComplete, не хватает каунтеров OutCommand. Ну и за OutCommand, как мы видим, каунтер обломков, их вот 6, это тоже очень мало. Ну, я раньше пользовался каунтерами из других дополнений, как видите, у меня их полно. Вот. А вообще здесь, вот, красные это советские войска, зеленые американские, и такие голубовато-серые это немецкие войска. У каждого, по-моему, по 4 или по 5 подразделений. Дальше идут карты. Карты две. Первая карта, это маленькая карта, она из дополнения Death of Thirst Panzer. Здесь идет трекинг ходов. Ну и вполне обычная карта на толстом картоне. И большая карта, это вот сама карта Изенбаха. Вот такая вот карта. То есть здесь идет местность, трекинг ходов, и вот сама, само поле боя. Вот он, Изенбаха, главный город, за который все дело и происходит. Вот, ну, как вы видите, не все сценарии используют карту на полную. Некоторые, только вот такую часть, некоторые половину карты. Так что из-за ее достаточно большого разнообразия, игра даже на одной карте, она не надает. Потому что как накладных никаких, ни гексов, ни треев здесь не имеется. Хотя, в некоторых других играх этой фирмы используются накладные каунтры. То есть, это не просто один гекс, а сразу полим, там, город большой, допустим, ставим. Или там, железнодорожную станцию с путями. Просто накладываем на карту, и у нас появляется так. Достаточно удобно это для особых сценариев. Вот, ну, вы примерно поняли, что из себя представляет первый стартер Изенбаха, да, из серии World at War. В скором времени вы увидите отыгрыш одного из сценариев. И в нем подробнее я расскажу, как о правилах этой игровой системы, так и о том, чем ее едят. И вы увидите, вообще, как в нее играют. Я постараюсь достаточно подробно к этому вопросу найти. Вот, ну, я думаю, это все, что я хотел вам сказать. Если есть вопросы, вы спокойно их мне можете задать. И всем спасибо за внимание. До свидания.